Это снимок, сделанный в Магнитогорске. Люди рассматривают карту Европы, карты военных действий. Возможно даже, что это еще не сама война. Перенестись на 80 лет назад. Прочувствовать эпоху 40-х теперь могут все челябинцы. В законодательном собрании выставили снимки южноуральских токарей, рабочих, ковавших победу. Большинство фотографий сделаны в Челябинске и Магнитогорске, но есть и кадры из деревень. У нас же в 41-м году, как только началась война, на фронт ушло сразу 15 возрастов. И в основном это была деревня. То есть из деревни мужчины ушли практически полностью на фронт. Остались только старики, дети и женщины. Эти снимки еще никто не видел. Кадры были сделаны столичными фотографами. Они поистине уникальны. В 40-е годы снимать в Челябинске можно было только с официального разрешения. Город был режимным. Челябинские историки нашли фото в московских архивах. Танки проходили по этой улице, и поэтому там и памятничество установлено. Совершенно верно. В мае 43-го года прошел парад. Вот прощание торжественное с нашими уральскими добровольцами. А потом в июне по образцу вот этого мероприятия провели вот это вот шествие, так сказать, учащихся в ФЗО. Выставку «Южный Урал. Кузница Победы» не случайно открыли именно сегодня, 6 октября. Особый день для челябинцев. День героев Танкограда. 6 октября 2016 года законодательным собранием Челябинской области был принят закон об этом знаменательном дне. И этот день выбран не случайно, потому что 6 октября 1941 года началась эвакуация Ленинградского Кировского завода. И многие другие предприятия со всего Советского Союза. Именно тогда Челябинск стал одной из промышленных столиц страны и внес неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Дмитрий Бачко, Андрей Грищук, 31 канал.